Да, действительно, уже 5 минут. Добрый день, дорогие коллеги. Друзья, извините, я не вижу, у меня нет панорамы всех, кто присутствует, но всех присутствующих приветствую. И думаю, что нет нужды представлять Сергея Николаевича Зенкина, нашего сегодняшнего докладчика. Я думаю, что он всем присутствующим и отсутствующим известен. А название его доклада я несколько боюсь переврать. Так что, Сергей Николаевич, пожалуйста, огласите сами, ладно? Спасибо. Ну, название довольно простое. Мифология и магия – две модели для поэчки. Всего лишь. Да. Прежде всего, я должен предупредить, что этот доклад однажды уже представлялся полгода назад, в декабре прошлого года, на конференции, к сожалению, заочной, которая проходила в Пушкинском доме в Петербурге под названием «Суб Арборис Монди. Мифа поэтика позавчера и сегодня». Это вот такое более сложное название, чем «Умение». И здесь я, прежде всего, хотел сделать отступление, которое не связано с снижением моего доклада, а скорее снижением организации нашей работы в институте. Дело в том, что, когда я заявил такое название, Ирина Евгеньевна сообщила мне удивившуюся вещь, а именно, что наше начальство в университете, я не знаю, кого она имела, Борисова, Павленко, критически относится к тому, что мы здесь обсуждаем уже ранее делавшиеся где-то доклады. Я думаю, что здесь нужна какая-то консолидированная позиция стороне института, реализованного начальства, потому что начальство, я думаю, допускает недоразумения. Оно неправильно понимает, что является нашей продукцией нашего института. Продукцией нашего института является нашей публикацией. И они, конечно, должны быть по общему правилу оригинальны. А вот что касается нашего семинара, то продукцией семинара являются вовсе не доклады, которые там зачитываются. И многие из них, в самом деле, приходят из меня вместе с нашими внешними коллегами и вовсе не как-то не зачитываются в нашу работу. Продукцией семинаров является обсуждение этих докладов. И поэтому в этом смысле то, что произносился этот доклад где-нибудь раньше, не имеет никакого значения. Наверное, не очень правильно по общему правилу, по крайней мере, обсуждать доклады, которые уже опубликованы. Мне кажется, что на глазах. Важная, интересная многим, может быть, спорная научная публикация, то вполне возможно обсудить ее на нашем семинаре. Только, конечно, надо не слушать доклад автора, а просто распространить текст, который можно было бы обсуждать. Что же касается докладов, которые просто произносились раньше в других местах и не публиковались, то это просто апробация данной работы, данного исследования в разных аудиториях. По-моему, это должно только приветствовать любым разумным администраторам. Я, например, я довольно часто такое практикую. Например, мою статью о медном всаднике, прежде чем обещаться себе в журнале, я четыре раза представлял в разных семинарах, в трех разных городах, в Москве, Петербурге и Тарту. И очень благодарен тем коллегам, которые дали мне там много полезных соображений и замечаний. Так что я с гордостью это указываю в книге, которая должна вводить статья. Я считаю, что это совершенно нормальным делом, как и сегодня тоже. Если бы это было вступление организационного характера, а теперь я перехожу к непосредственному научному содержанию моего доклада. Итак, мой доклад представляет собой некоторый опыт картографии научного знания. Это попытка осмыслить взаимоотношения и взаимодействия разных областей этого знания. И теоретические возможности экспорта и импорта их объединительных схем, которые могут проецироваться на территории иных дисциплин. Это обычная научная практика. Одни дисциплины, одни культурные дискурсы проецируют свои модели на другие. Тема конференции, на которой был написан этот доклад, была мифопоэтика. Но моя задача – посмотреть на мифопоэтику немножко со стороны и найти ей коррелирующие, противоположные для нее темы в интеллектуальной культуре. И вот, собственно, об этом будет речь. То есть, обмышляя мифопоэтике и о ее судьбе в истории научных идей, я пытаюсь задаться вопросом о том, какие другие элементы традиционной культуры, кроме мифа, могли бы соотноситься с задачами исследования словесности. Мы говорим именно о филологическом изучении словесности. В качестве такой альтернативы мифу мне приходит на ум магия. Мифология и магия уже не первое столетие исследуются в гуманитарных науках. Но это исследование неравномерно распределяется по историческим периодам, странам и научным дисциплинам. Систематическое изучение мифологии началось в романтическую эпоху, когда исчерпало в себя классическое понятие о мифах, фабель по-французски, как репертуаре условных топусов. И вместо него было создано понятие мифологии, французский металлежи, как целостной и продуктивной традиции смысла порождения. Я здесь оцелую к этой статье Жанна Старабинского «Мифы и мифология». Это изменение перспективы позволило даже быть выдвинутой задачей создания новых мифов, которыми занялись романтики. В основной мифологии, как было осознанно в эту эпоху, лежит мифологическое мышление. И оно благодаря своему глобальному характеру, в общем, любому народу на какой-то статье принадлежит свойственное мифологическое мышление, оно заслуживало научного исследования, а не только рутинного школьного преподавания. Мифы, понимаемые в таком продуктивном смысле, требуют не просто каталогизирующего описания результатов всяких историй, персонажей и так далее, но и герметического вникания в их смысл, поскольку их исследователи и поныне продолжают жить внутри их смысловой системы. Мы никуда не ушли окончательно от мифологического мышления, оно живет где-то на составе нашей культуры. Соответственно, первые попытки объяснить структуру мифов изнутри, вместо межчувствований, вдумываний в них, носили спекулятивно-философский или же филологический характер. И предпринимались, прежде всего, в немецкой науке, от Шеллинга до Кассирера. Это была большая вековая подвесенность и традиция. В лишние дни XX века пришло время для более объективной, позитивной структуральной теории мифа, прежде всего, в Клодоле-Вестровсе. Так и встает дело с учением мифа. Что касается магии, то наука систематически занялась ее теоретическим учением позднее, чем мифами. Только во второй половине XIX века. И ведущей дисциплиной здесь стала не философия, а антропология и этнология. Прежде всего, в Англии и Франции. В Англии, прежде всего, например, Фрейзер, во Франции Марсель Мус. Фактически, это уже XX век. Магические практики описывались позитивными методами в рамках колонизирующей практики изучения чужих культур. Их обнаруживали в жизни первобытных народов о панологии и фольклорных традициях стран Запада, оставляя в стороне довольно богатую письменную высокую традицию, связанную с магией и развитой европейской культурой. Секуляризованная наука больше не ждала от магии какой-либо реальной действенности и даже культурной продуктивности. Она усматривала в ней самый большой примитивный зачаток в науке и технике. Так примерно понимал Део Меддеркин. Иногда-таки некоторые представления, лежащие в ее основе, например, представление о сакральной силе мани, которая оказывает магическое действие на разные предметы, рассматривалась также как базовый фактор социального единства, социальной конгерентности, социологии того же Дюрк-Пайма. Вообще связи с металлогией и магией с религией могли оцениваться двойствием. Миф пытались, по крайней мере, иногда изучать в нерелигиозном контексте. Например, как факт языка у Макса Мюллера в XIX веке. Или как продукт, так называемой, дикорастущей мысли у Леви Стросса в середине XX. А магию, с другой стороны, конечно, постоянно соотносили с религией, но зачастую не столько сближали, сколько противопоставляли. Например, работа Бронислава Малиновского «Человек примитивного общества и его религия». Она вошла в его посмертную книгу «Магия, наука и религия» 1948 года. Собственно, здесь у меня будет единственный цитата в моем докладе. В этой статье магические ритуалы четко противопоставлены религиозным обрядам. А эти обряды, в свою очередь, ассоциируются с мифом. Вот цитата, короткая, из Малиновского. «Туземис, пишет он, всегда может точно назвать цель магического ритуала. Но, относительно религиозного обряда, он скажет, что этот обряд производится потому, что таков обычай, или потому, что так приписано, или приведет объясняющий миф». Итак, вот одно дело – действенный ритуал, другое дело – недейственный, просто традиционный мифом завещанный религиозный обряд. Этот опыт научного исследования мифа нарабатывался параллельно с опытом так называемого мифологизма в современной художественной культуре. Этот мифологизм стал важной составной частью романтического и постромантического творчества, от Гёте до Вагнера, по крайней мере, и продолжился в 20-м столетии. Практика мифологизирующего художественного творчества дала возможность поэтики мифа, если, разумеется, ссылается на знаменитую монографию Елизавета Месельевича Белетинского, или же возможность собственно литературной поэтики, основанной на мифе. Такова, например, в большой своей части знаменитая книга Нортропа Фрая «Анатомия критики». Допустим, исследования магии не имели столь заметного влияния на науку о литературе. И хотя в литературе 20-го века довольно широко прижился термин «магический реализм», но без всякой оглядки на антропологическую теорию магии. Фактически, большинство произведений, облачавшись таким термином, облачились как раз применением не магических, а именно мифологических сюжетов и мотивов. Исторические причины такой неравной востребованности теории мифа и магии в литературе и ритературной науке в общем понятны. Одна из них общая методологическая, другая частно-локальная. Первая причина. Герминевтика мифа по самому своему методу ближе к традициям филологии, чем объективные, позитивные описания этнографов и антропологов. А вторая причина, что в российской науке повышенный интерес к мифу, по-видимому, была одной из форм скрытого религиозного возрождения, которое шло в позднесоветскую эпоху и которое, по крайней мере, в своих надежных, в своих этажах среди образованных людей, как правило, чуралось в магические представления и ритуалов. Здесь меня, однако, интересует не столько историко-культурный контекст, в котором исследования мифа и магии развивались в науке и в разной степени применяясь к литературе, сколько принципиальная теоретическая проблема. В какой мере их теории, теории мифологии и теории магии могут вообще коррелировать с задачами литературной науки, то есть не в эмпирическом историческом контексте, а на уровне теоретических возможностей. В какой мере миф и магия могут служить объединительными моделями или хотя бы познавательными метафорами, помогающими анализировать совместное творчество. Какие аспекты этого творчества описываются аналогиями или, может быть, даже георетическими связями с мифом и магией? С точки зрения своей применимости к художественной литературе, мифология и магия имеют немало общего, начиная с того, что у них обеих есть общая территория со словесностью, поскольку обе они могут принимать словесную форму. С одной стороны, рассказывание мифа словами, и, с другой стороны, магическое словесное заклинание. Еще более важно, что избежается словесным творчеством не только на эмпирическом, но и на концептуальном уровне. В структурном плане и мифология, и магия обе зиждутся на мысленных операциях, служащих для отождествления разнородных объектов, для сближения вещей далеговатых, как характеризовал поэзию Ломоноса. В самом деле, мифология по Левистросу строится на систематическом параллелизме фигур и событий. Фактически, это тот же самый механизм, что и знаменитые проецировали принципы эквивалентности с оси селекционной комбинации, который друг Левистроса Роман Никопсон назвал определяющей чертой поэтического текста. Время мифологии циклическое, на этом особенно настаивал Мерезинский, а литературные подведения тоже часто отвечают за цикличностью, серийной циклизацией текстов и сюжетов, варьированием эпизодов и мотивов в рамках одного текста, круговой композиции текстов, смыкающих начало и с концом. Магия, со своей стороны, тоже производит операции, предполагающие сближение разнородных объектов, либо по сходству, симпатическая магия, либо по смешности, контагиозная магия. А это соответствует, как всем известно, строению двух основных фигур художественной речи. Метафоры и метонимы. То есть по своей ментальной структуре мифология и магия представляют собой разные проявления одного и того же так называемого первобытного мышления, которое может воскрешаться даже в современном культуре. У мифа и магии есть еще и кроме структурного и важное функциональное сходство. В социальном быту они обе служат феноменами, в которых проявляется сакральный. Миф излагает или воспроизводит в ритуалах события священного предания. Магия же мобилизует амбивалентные сакральные силы для достижения тех или иных практических целей. Сходным функциональным статусом отличается и художественная литература. С одной стороны, ее произведения часто переживаются читателями и расцениваются обществом как исключительные возвышенные объекты. Их авторы порой становятся предметами официального или неофициального культа, сравнимого с религиозным. А с другой стороны, они систематически используются для пропаганды. Слышно ли меня? Нормально, потому что тут жалуются кое-кто. Все порядки? Значит, не проблем не у меня. Они часто систематически используются для пропаганды, для партийно ангажированного выступления, для идеологического внушения, которое применяет при приеме бессознательного воздействия на публику. Это современное колдовство, введенное в ранг социальной инженерии. В древности искусство и поэзия служили непосредственным выражением религиозного культа. В современной культуре они секуляризовались по своему материалу, но не по своим функциям. В них по-прежнему манифестируется сакральное, часто даже в отсутствии собственно религиозных мистецкопов. Таковы общие черты мифологии и магии, которыми обусловлено их применение в литературе и возможное включение их в состав объяснительных моделей поэтики. А чем различаются эти две модели? Во-первых, на уровне структуры текста. Мифология описывает его строение как непрерывно глобальное, а магия как непрерывно точечно. В тексте, который мы познаем интуитивно как мифологически, работа нашей интерпретации направлена на то, чтобы объяснить по возможности все мельчайшие его элементы как значащие проявления, но если ни одного определенного мифа, это будет слишком хорошо, то, по крайней мере, целостного мифологического сознания, мифологической картины мира, в которую этот миф, этот текст включен. В каждом мотиве такого текста мы улавливаем намеки на некий архаический тимон. В каждом слове стараемся угадать его внутреннюю древнюю форму, отсылающую, разумеется, к верованиям изопректированных примеров. Конечно, пространстве мифа бывают особенно насыщенные смыслом точки. Это прежде всего имена собственные, о которых написано в своем знаменитой статье Лотман и Успенского миф «Имя культура», которые вбирают в себя повышенный, концентрируют в себе нерасчинимый смысл мифологического сознания. Вот примерно такая же концепция мифа развернута в недавней книге Михаила Лимпольского «Возвращение Адама». Но эти концентрирующие точки, они не остаются изолированы в тексте, они как бы излучают свой смысл на все остальное пространство текста и мира, который в нем создается. Мифологическое прочтение текста исходит из полной и более-менее равномерной осмысленности этого текста. И мастерство интерпетатора, филолога, я, наверное, это просто опытного читателя, заключается в умении связать вместе разбросанные по тексту мифологические мотивы намеки и покрыть максимальное текстуальное пространство их сетью. Напротив того, если считать текст как поле действия магических воздействий, то его пространство будет разделяться на сильные и слабые сегменты. Некоторые точки в седоматической размерке текста, некоторые эпизоды, сюжетные мотивы и некоторые участки его вымышленного мира, особенно если это фикциональный, например, проистовательный текст, выдавляются как ударные, наделенные особой силой, предводящей впечатление на читателя, а бывает даже на героя. Мы обычно себя чувствуем это, когда считаем текст. Сегодня мы оцениваем эти силы, действующие здесь как эстетические, а не магические по природе. Но их структурное распределение соответствует первобытной картине мира, где разные элементы мира, разные места, разные моменты времени, разные предметы, действия, слова, живые существа, неравно заряжены сакральной силой. И задача интерпетатора в таком случае описать эту неоднородность текста и фикционального мира, где смысловая непрерывность кое-где отчетливо прерывается или прорывается, например, силовыми эффектами телесного и аффективного минисиса. Это моменты, когда текст должен вызывать у своего читателя смеховые конвульсии, эротическое возбуждение, связливую растроганность и прочие психофизиологические эффекты. Хотя силу, которая в них действует, лишь метафорически можно уподоблять магической силе мании, но и обе они возникают не из природы, а из социальных условностей в случае литературы художественных, в случае магии, собственно, религиозных. И действуют они сходным образом, убеждая реципиента, в случае литературы читателя, в повышенной действенности некоторых слов, жестов, ритуальных или нарративных последовательностей. Второе различие. На социокультурном уровне мифологически интерпретируемый текст предстает как общее достояние. Подобно национальному языку или фольклору, миф принадлежит всем. И в этом инициативическая привлекательность мира в поэтике. Через ее посредства читатель или филолог надеются обрести контакт с глубочайшими, полузабытыми, но смутно разделяемыми всеми константами национальной или даже человеческой традиции. Иначе это дело с магией. Хотя магические практики тоже образуют традицию, и многие из них применяются даже в церковных обрядах разных религий. То есть разделяются всеми верующими. Но ни одна церковь, кажется, не представляет себя как сообщество волшебников. Напротив, есть много примеров гонений, которыми церковь подвергает магические практики и тех, кто ими занимается. Примесенно к тексту это различие мифа и магии миф всеобщий, а магия чья-то и причем не всеобщая соотносится с осеровским различием языка и речи. В первом случае акцентируются общие или даже универсальные структуры высказывания и неслучайное сотрудничество мифопоэтики со структурализмом, поставившим себе задачу изучать именно такие общие языковые структуры. Во втором случае важнее всего уникальное, происходящее в конкретной социальной ситуации и обладающее илокутивной силой события высказок. Немного упрощая, конкретные научные концепции никогда не проезжают в чистом виде ту или иную теоретическую возможность, можно сказать, что для мифопоэтического исследования образцовым объектом является юнковский архетип всеобщий по определению, а для исследований магико-поэтического, если можно так выразиться, речевой акт, в смысле, который придает ему термину аналитическая философия, встречает. Отметим, что такой акт может совершаться разными лицами в литературе и автором, и героями произведения. Так называемые симулированные речевые акты, с помощью которых Джон Серн объяснял устройство художественного текста, производятся как внутри этого фикционального мера этого текста персонажами, так и вне его, с самим этим текстом, когда их производит автор или рассказчик. Главное, что каждый из таких актов направлен на достижение некоторой цели. У героев это практическая цель, у автора эстетическая. И этот акт мобилизует речевые силы, соответствующие структурно-силам магическим в архаической культуре. Сочетание и взаимодействие таких внутренних и внешних речевых актов, вступающих в общий диалог, фактически имел в виду Бахтин, конструируя свою теорию полифонического романа. Третье различие. На уровне эстетических функций мифологическая поэтика, мефопоэтика представляет художественное произведение как носитель сакрального знания. А поэтика, учитывающая понятие магии, я не знаю, как ее звать, магика поэтическая, представляет тесто как орудие действия, знания или действия. Вспомним еще раз наблюдение Малиновского. Люди рассказывают поясняющий миф как знание, которым обосновывается существующее положение дел, например, постоянно повторяющиеся религиозные обряды. У магического ритуала есть положение Малиновского точная цель, то есть это обряды призваны изменить положение дел к чью-то пользу. Исторически научно-философское изучение мифов развернулось в Европе одновременно с предметом классической эстетики, когда цели художественного творчества стали считать в эпоху романтизма не развлечение, наставление, утверждение духовной или светской власти, как раньше, опознание реальных или мистических законов мира. Сегодня, через два столетия господства такого романтического по происхождению представления об искусстве, оно многим кажется само собой разумеющимся. Учебники теории литературы по сей день традиционно начинаются с главы, которая называется примерно искусство как форма познания. Между тем, уже в эпоху авангарда это представление было спорено. Художественное творчество стали мыслить не как познание, а как активное, конструктивное и нереолюционно жертвенное вторжение в окружающий мир. Мифопоэтический метод выследования литературы представляет собой в этих координатах и теоретически, и исторически продолжение романтической эстетики 19 века, концепты искусства как познания. Вспомним типичный мифологический сюжет в литературе, историю инициации, то есть приобщение героя к знанию, историю познания. В этом смысле мифопоэтический метод поддерживает консервативную традицию в эстетике, а вот эстетика авангарда требует очевидно нового метода, опирающегося скорее на идею магической действенности. Четвертое. Между мифологической и условно говоря магической поэтикой. Есть еще одно историческое различие. Если первое сложилось как реальное направление в истории науки, очень богатое исследованиями очень разного уровня и разной направленности, то второе существует скорее в виде какой-то общей гипотезы, которая лишь иногда иллюстрируется отдельными конкретно историческими примерами, отдельными не всегда связанными между собой частными исследованиями. Можно сказать, несколько упрощая историческую формализм, то исследование, которое я называю основным на модели магии, скорее можно встретить в поэтике русского фоэллского формализма, с его интересом к эффектам, к приемам воздействия на читателя, к точечным, зачастую текстуальным активным факторам. Вообще, слова мифологии и магии употребляются здесь в широком смысле и их допустимо считать как моделями, так, как я вам сказал в самом начале, метафорами художественной литературы. Можно ли, в заключение остановлюсь, можно ли свести к каким-то более точным конкретно актуальным определением, описывающим две разных возможности, две разных фокусировки исследования поэтики. Я думаю, что до известной степени в их развлечении может пригодиться бесхитростная оппозиция письма и чтения. Как известно, XIX век ознаменовался в университетной культуре эпохальные перемены в устройстве аудиторного образования. Вместо классической риторики заняла история литературы. В школе и в университете стали учить не писать, то есть в первую очередь не писать, а читать. Исторически и идеологически комментировать, контекстуализировать литературные тексты. Эти две разных установки на письмо и на чтение, интерпретацию продолжают конкурировать и поныне уже в литературной критике и филологии. И по сей день поиски глубинного смысла антропологического, экзистенциального, духовного, по-разному его называют, который предположительно вложен в произведение его автора. Пусть даже с таким абстрактным автором, как народ у них отворится. Эти поиски не всегда мирно уживаются с исследований, направленными на определение эффекта, который это произведение производит на публику, будь это эффект иммерсивно-психологический, идеологический или даже рыночно-коммерческий. В принципе, по-видимому, возможны обе, две разных поэтики. Авторская и читательская, продуктивная и рецептивная. Мифологические, мифопоэтические, вернее, изыскания, естественно, занимают место в исследованиях первого рода, тогда исследования второго рода заняты анализом, а часто, что немаловажно, и социально-политической демистификацией приемов современной словесной магии. Есть еще один эффект, которым должна заниматься поэтика, исходящая из читательской реакции, и нужно о нем упомянуть для памяти. Это эффект катарсис. Он не является не связан прямо ни с мифологией, ни с магией. Он восходит генетически, по-видимому, к ритуалу жертвоприношения, который не относится к магическим действиям как таковым. Наличие этого дополнительного и очень важного, разумеется, эффекта художественного творчества действует о том, что оппозиции мифология, магия и продуктивно-рецептивная эстетика не вполне адекватны друг другу, не вполне эквивалентны. Аналогии с магией все-таки не покрывают все поле исследования рецептивной поэтики. За ее пределами остаются еще некоторые важные аспекты, требующие отдельного исследования, которым я пока заняться не смог. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Николаевич. Так, теперь переходим к вопросам. Пожалуйста, давайте голос, кто хочет задать вопрос. Сергей Николаевич, можно я тогда начну? У меня вопрос может быть частный. Вот вы употребляли слово первобытной, даже сказали первобытная картина мира. Параллельно у вас иногда возникало слово архаичное, архаичная или архаическая культура. Вот как вы сами употребляете слово первобытное? Считаете ли вы, что это какое-то реальное состояние, ну не знаю, всего человечества или какой-то отдельной его части? Или все-таки это некоторый конструкт тоже науки или философии европейской 19 века? Ну, первое, современные антропологии и этнологии не любят пользоваться термином первобытной, потому что усматривают в нем оценочность. Первобытность это примитивный буквальный перевод, упрощенный и полноценный. В этом смысле этот термин если употребляют то в кавычках я даже пытался обозначать жестом руки. Что касается того, чем является объект обозначаемый этим или другим словом, то это, конечно, некоторый конструкт. В том же смысле примерно в каком конструктом является скажем бессознательная психоанализ. То есть то, что мы никогда не наблюдаем непосредственно, а если конструируем из тщательного исследования сознательной или в случае исследования культуры современной культурной практики. В этой практике обнаруживаются местами некоторые разрывы, некоторые провалы, которые нарушающие ее рациональную современную взаимосвязанность. И вот там-то приходится в них-то и приходится искать некоторую другую логику, которая отлично в чем-то нашей современной логике, хотя иногда проявляется даже в таких вещах, как художество и творчество. И вот на основании этих отдельных проявлений этой прологики нашего мышления можно его до какой-то степени реконструировать. То есть еще раз, прямо наблюдать это невозможно, потому что даже общение с какими-нибудь сохранившимися до сих пор на земле племенами, сохраняющими родоплеменную структуру, все равно скорее всего не даст стопроцентной картине этого мышления, просто потому что эти туземцы будут более-менее адаптировать свое поведение и речь к запросам европейского этнолога, будут переводить свой дискурс на более превышенные понятные ему, а он еще вольно или не вольно его исказит, чтобы изложить для своих современников. Так что в общем и целом, конечно, архаическое мышление, будем говорить точнее так, это реконструкция, но это научно-корректная реконструкция. Скажите, а можно еще уточнить, правильно ли я понимаю, что русское слово первобытный, я не знаю, если точно его история, это просто русский перевод западноевропейского слова примитивный, но в русском собаке произошло раздвоение, мы заимствовали примитивный, но это скорее более узкое значение и действительно оценочное, сильно оценочное, а первобытный это перевод в таком научном плане. кажется, так и есть, хотя я не делал такое исследование и не знаю их в науке, возможно, не есть, в общем, вопрос вполне чего. Спасибо. Я прошу прощения, можно, Сергей Николаевич, у меня вопрос такого справочного, уточняющего, может быть, характера, мне доводилось просто слышать позицию, мне не удается актуализовать свои изображения относительно того, что мифология и магия отчасти соотносятся как часть и целая, то есть, когда на смену первичной стадии мифологизации как психологического освоения природы, грубо говоря, пришли попытки управлять теми сферами природы, которые либо угрожают жизни, либо гарантируют ее, а вот доставили, что это невозможно, переход произошел к следующей стадии, а именно ритуально-жертвенной, то есть природа не взяла права, ее нужно просить, то есть именно период жертвоприношения, а следующая стадия это, собственно, кодификация в мифологии тех социальных схем, которые утвердились в социальной империке. Вот относительно целого и части вот это или эта позиция на сегодняшний день отвергнута? Концепция собраться настроенная, я только не уверен, что ее можно обосновать реальными антропологическими данными, показать, что в самом деле было такое стадиальное развитие. С таким успехом можно доказывать и другой, можно доказывать и другой, что магия и мифология это параллель где существующие факты человеческого и человеческого быта с самого начала создания человеческой культуры, просто потому, что они апеллируют к разным регистрам, в котором действует мышление, мышление теоретического и практического. Мифология это прообраз теоретического созерцательного мышления, тогда как магия это прямое даже не техническое осуществление практики. В общем, я не могу сказать ничего ни в пользу, ни против такой концепции. Боюсь только, что она слишком умозрительна, чтобы подтверждаться какой-то реальностью. Почему-то появился экран. Нет, все исчезло. Да. Пожалуйста. Удостоверение, что грубая магия не пришел, урожай погиб, значит, и что в обмен давать. Ну да, это уже собственно религиозное представление, где магические ритуалы рационализируются как коммуникация с божеством до кодез. Это, по-видимому, более позднее явление, связанное с более развитой стадией культуры, но насколько можно судить о первообразности магии или мифологии изначально, и о том, что они изначально подключаются одно в другое, это не возможно. А можно вопрос? Можно вопрос задать? Я не знаю, мне ли предоставлено слово, у меня вопрос такой. Имеется ли в сегодняшних представлениях магическом связь этого начала с фантастическим миром? То есть они как-то обусловлены или это все-таки уже фантазия, фантастика, фантазийная, например, у Гоголя, это уже как бы продукт века науки, техники, скажем так. Вот как здесь можно? Значит, слово фантастика очень-то многосмысленное. И в тематической поэтике оно определяется скорее как структурный эффект, как двойная декодировка событий, ну, по книге Тодорова введения фантастического литературы. Возможно, другие понимания этого слова, когда фантастика вроде представляется реальности, но тогда все время приходится иметь в виду, что в литературе фантастические, ну, более-менее в кавычках мотивы всегда подключаются в то или иное меру условности. И некоторые абсолютно нереальные мотивы мы вовсе не переживаем как фантастические. Например, говорящие звери в баснях для нас это просто нормальные басенные условности, никакой фантастики там нет. Другое дело, конечно, если зверь заговорит в какой-нибудь внутривистическом романе. Вот. В любом случае, в любом случае, этот эффект сам для себя может быть основой, может быть включая в себя как магические, так и мифологические источники. В нем в солнечном поведении может реализовываться мифологический сюжет, например, самая инициация приобщения к священным тайнам, которые, может быть, осуществятся в фантастической форме, там, как-нибудь степенную волку Гессы. А может в нем оживляться и магические ритуалы, в некоторых текстах того же самого Бога, скажу, в портрете с его, с одной стороны, магическим взглядом, с портрета, приобретением магического предмета на рынке, сделать попытки от него избавиться, уничтожить другие припортизные и так далее. Сторонная фантастика это сложная система приемов, где разные факторы этого самого архаического мышления комбинируются часто с самых небесказуемых конфигурациями. Спасибо большое, очень интересный ответ, спасибо, помню. Простите, можно спросить, уточнить немножко, чтобы понять какие-то вещи. Меня слышно? Да, да. Вы говорили, что в мифе мы хотим понять, так сказать, каждое слово, то есть он обладает какой-то равномерный, равномерным воздействием. По-видимому, на исследователя, потому что это он хочет вам сказать, неизвестно, как финальный. Алло, вы закончили? Я сравниваю. Не возьму, самая часа, плохо слышно. Я, а, у меня тут, да. Значит, миф требует равномерного внимания к каждой детали. У меня вопрос, во-первых, исследователя или аутентичного слушателя, потому что мы, чтобы понять миф, который имеет не вполне ясный нам контекст, мы не знаем, что важно, а что нет. Поэтому мы стараемся как можно больше деталей связать со смыслом. Но совершенно ясно, что когда мы все-таки поймем, особенно хорошо это при сравнении, кажется, что элементы нарративного мифа имеют разный вес и разную значимость. Наполнитель, так сказать, там тоже есть, тот, который может легко одно заменяться на другое. Если сравнивать это с заклинанием, так сказать, словесной же магией, то в заклинании действительно важно каждое слово. То есть получается у меня картина, я, правда, не переношу это на литературу, я говорю только о самих антрополатических объектах, у меня получается картина другая. То есть в магии важно каждое слово, если ты забыл или перепутал, у тебя не сработает, как трудовство, а миф может варьироваться, они всегда варьируются. И теперь про действенность. Ну, что магия направлена на действие, это понятно, но почему она точечна, я не понимаю, что значит точечно. Магический обряд должен произойти от до. И в нем тоже есть важнейшие моменты, и тоже есть второстепенные моменты, в отличие от краткого заклинания. Заклинаний не бывает длиной с эпос. А с другой стороны, эпическое произведение и любые мифологические тексты могут иметь, могут использоваться как магические объекты. Это уже, я не буду в это пускаться, но что можно исполнять такой-то гимн для излечения такой-то болезни, это тоже существует в антропологии. Может быть, то, что я спрашиваю, все относится к антропологии, а вы хотели говорить о литературе, но мне вот эти вещи отказались не совсем понятны. Спасибо большое очень работное соображение. Да, действительно, я говоря об этой непрерывности я говорил не об антропологическом мифе и антропологической мафии магии, а именно о литературе, которая осматривается как мифа поэтики или поэтики, связанной с магией. Поэтому речь не в том случае ни о том мифе, который кто-то слушает, ни о том обряде, который кто-то реально совершает, а о той позиции, которую занимает читатель и также и филолог, ну, как просто конкуляторный читатель, перенецом текста. И вот в тексте действительно, как я по крайней мере считаю, возможно, два разных способа его чтения, способа членения, если угодно. В одном случае мы исходим из предположения, что каждое слово в нем глубоко значимо, и в принципе каждое слово, каждый элемент текста может отсылать к какому-то сокровенному, смутно разделяемому всем, но все-таки не очень понятному нам сегодня знанию, в одном случае, когда именно в тексте потеряются сильные точки, эпизоды, прежде всего, производящие приемы более-менее точные, производящие на читателя определенное впечатление. Вот в данном случае и мифология, и магия, и миф, и магия употребляются, собственно говоря, скорее метафорически, как некоторые модели для чтения, интерпретации текста. Лечат вовсе не о тех их проявлениях, которые они имеют в долитературной архоидической культуре. так, Кто-то еще хочет задать вопрос? Можно мне? Это вы, да? Да, да. Сергей Николаевич, большое спасибо, Спасибо, что вы такую замечательную проблему поставили перед всеми нами, потому что самое главное в докладе – это, по-моему, попытка сказать о том, что мы присутствуем при необходимости выделения, ну, как минимум, трех позиций, трех стратегий по отношению к одному и тому же явлению. Потому что мы можем говорить, с одной стороны, о взгляде исследователя-ученого с вполне определенной традицией и навыками интерпретации, второе – это слушатель, находящийся в поле магического или мифологического сознания, и третье – это тот рапсот, сквозь которого говорит традиция, говорит ритуал, говорит голос божеств, духов и так далее, и так далее. То есть, так или иначе, получается, что мы рассматриваем объяснительные схемы и модели миропонимания, которые возникали в культуре на протяжении многих веков. И очень важно, что вплоть до романтического периода традиция была связана скорее, традиция, идущая к анализу текста, была связана скорее с герменевтической средневековой схоластикой, которая выросла, так сказать, в риторику определенную и дала наборы поэтических инструментов по исследованию поэтики, которые у романтиков резко изменились. Вот мне показалось, что очень интересная вещь в докладе, так сказать, говорите о том, что романтики сменили, скажем так, интерес к тексту как таковому. То есть, они стали искать в литературном тексте нечто другое, не научение, не исследование, скажем так, риторических инструментов. Они стали говорить о том, что связано с областью бессознательного. И это бессознательное уходит очень далеко, как раз вот в область мифологического сознания и магических практик и ритуалов. И вот этот выход романтиков в эту область предрешил как бы очень сложные явления во всем искусстве и в науке по поводу искусства, использующего новые позиции, стратегии, точки взгляда в 20 веке. Ну и далее в 21 веке. Но мне кажется, что вот говоря обо всем этом, все-таки вот эти разные уровни, уровень исследователя, который смотрит и понимает, что мы имеем дело с разными картинами мира, что мы имеем дело с совершенно разными, принципиально разными, объяснительными, условно говоря, схемами. И что всякий раз, когда исследователь, владеющий вот всеми навыками науки как таковой, то есть рационалистической традиции, обращается к мифологическому тексту или же к искусству, которое использует для определенных целей какие-то элементы мифологического текста или же стратегии мифологии, нужно быть очень осторожными, потому что здесь получается, что наука все равно остается в своем логическом и, я бы сказала, инструментальном варианте интерпретации, как бы мы не хотели войти опять в воду мифологии и магии. Это невозможно, это про другое. В свое время вслед за романтиками символисты попробовали выработать вот такую вот схему, иммунитивного искусства, магического искусства, поэта, сквозь которого говорят высшие силы. Но у них получилось нечто совершенно обратное. То есть эротический язык, к которому они прибегали, он превратился в язык очень маленькой школы, закрытой во многом, в язык открытый только посвященным. Мало того, у каждого из этих посвященных был свой лог у собственного поэтического языка, где его собственные мифологемы и символика говорили на этом языке. И вот здесь возникает еще один очень важный момент, мне кажется, что все-таки в 20 веке в области искусства образовалась некая лакуна, где можно говорить о прямом, даже не влиянии, а жизни мифологического сознания, соединенной с интеллектуальной литературной традицией. Это тот самый магический реализм, который совершенно справедливо, как вы отметили, точнее называть мифологическим реализмом. То есть там, где у писателя, живущего в логе культуры Латинской Америки, в советском варианте это была Средняя Азия, или же наш Дальний Восток, там, скажем, у Ротхео, или у кого там еще, у Айтматова, где еще не умерли вот эти живые связи мифологической традиции, и человека, который рос в лоне этой традиции и перенес это в литературу как способ мышления литературного. И вот с одной стороны у таких писателей появляется обученность в школе интеллектуального философского романа, скажем, французской школы, как у писателей Латинской Америки, интеллектуальная риторическая традиция, философская традиция, а с другой вот это живое мифологическое сознание, которое для них актуально, оно не умерло, как у нас. Во всех остальных случаях в тексте литературы 20 века, я о поэзии не говорю, это особая статья, там мышление другое, я не берусь в эту область залезать. А вот в прозе, во всех других случаях, все равно всякий раз, когда писатель 20-21 века обращается к мифологии, это либо орнаментальное отношение, о котором в свое время писал Аверенцев, когда отсылка к мифу говорит о высокости культуры, говорит о экзотизме в какой-то мере, говорит о возможности такого декоративного, изощренного, стилистического украшения. И прежде всего говорит о обученности инструментальной при использовании вот этих вот уже известных всем в лоне его вот субкультуры традиции мифологической. То есть это идет как орнаментальное использование, об этом Аверенцев писал. Но во всех других случаях, всякий раз, когда идет отсылка к мифу, к мифологическим мотивам, к аналогиям с мифом, мифологическими лейтмотивами, мотивами, персонажами, это всегда отсылка по принципу аналогии, это всегда отсылка по принципу соотношения для выхода на философское обобщение. Это никогда не жизнь в лоне мифологической традиции, это никогда не возможность воспроизведения вот того, что уже отошло как определенный этап развития человеческого сознания. Мы не можем верить в то, во что верили туземцы, что, скажем, магия по уподоблению, изображение по уподоблению создает предмет, обладающий силой того, что ты изображаешь. Ну вот известен в антропологии замечательный пример того, как, уже не помню где, по-моему, на островах Тихого океана, но не берусь сказать точно. Обитатели, увидев впервые самолеты на военной базе, американской, кажется, они изобразили макеты самолетов из дерева и считали, что тем самым они овладели силой, силой вот, так сказать, находящихся рядом странных существ и овладели тем, что было для них угрозой ранее. Вот магическое мышление, вот воспроизведение того, что ни в коей мере уже литературное произведение не может воссоздать снова. И вот поэтому здесь, мне кажется, в дальнейших исследованиях нужно очень четко разграничивать вот эти вот три момента. Позицию излагающего, так сказать, с точки зрения мифологического ли сознания, магического ли сознания. Позицию рецепиента, которая тоже в лоне этого же сознания находится. И позицию интерпретатора, исследователя, будь то антрополог включенный или же участвующий наблюдатель, или же литературовед, не знаю, там, культуролог, кто еще. Ученый, который все это наблюдает и смотрит на аналогии. А аналогии здесь вполне вероятны, потому что искусство во многом берет на себя в новое время функции того, что раньше было свойственно мифологическому и магическому мышлению. С одной стороны, оно претендует объяснять мир, хочется нам этого или нет. С другой стороны, оно предполагает, что это целостное объяснение, это образное объяснение, это объяснение по сходству, по партиципе... Господи, не выговорю. Да, совершенно верно. Это так же, как слово Диккенсовский, которое трудно выговорить. И в этом самом принципе искусство как бы перенимает из рук в руки то, что делали до него другие. Вот делала мифология и магия. Оно претендует на это, но оно становится другим, потому что рефлексия, вот этот зазор между автором, пишущим в новое время и автором, который включен в тот круг сознания, она огромна. Я не знаю, насколько я ясно выразила вот свою позицию и свое восхищение тем, что вы взялись за эту очень сложную и очень давнюю, надо сказать, тему в культуре, потому что попытки разобраться с тем, чем же является миф и магия по отношению к нам, живущим в совершенно другом времени, они идут давно. Много написано об использовании приемов магического и мифологического, скажем, в политике, в массовой культуре, в той же рекламе. Да, человечество осталось таким же, человеческий организм пока что, пока еще искусственный интеллект не распространился на нас повсеместно, оно все на те же кнопочки должно нажимать, чтобы восторгаться, ужасаться, любить, переживать. И очень хорошо знают эти кнопочки те, кто исследовал мифологическое и магическое сознание. Антропологи не дадут соврать. Много писала о взаимоотношении мифологического и выклевывающихся понятий, то есть логического и философского, и лирики, как начало литературы, писала Фрейденберг. У нее очень интересные вещи. Она в лоне французской традиции, в лоне школы Леви Брюля работала во многом. Ну и у нее совершенно потрясающие вот эти гнезда, семантические гнезда, которые иногда переворачиваются в своей функции. То, что было в лоне мифологического с одним значением, переходя дальше, пройдя через вот это проклевывающееся другое всемиологическое поле, получает и другой смысл. И вот эта обманчивая, казалось бы, первобытность в кавычках, вот эта архаичность, которая кажется на первый взгляд уже пройденным этапом, она вдруг, оживая рядом с нами, показывает свою до сих пор нераскрытую амбивалентность. Спасибо. Спасибо, Матер Диоргин. Это очень интересное и подробное размышление. Я правда думаю, что мы с вами мыслим в разных плоскостях или разных пространствах, может быть, даже. Я не философ. И я никогда не пользуюсь сам под таким понятием, как мировоззрение, миропонимание или картина мира. Не случилось ли мне год-два назад написать статью и даже объявлять конференцию на эту тему, но целью была не пользоваться этим понятием, а деконструировать его, исторически контекстуализировать. И мой интерес лежит в области не того, как мы взираем на мир и каким мы себя представляем, а тем, что мы в нем делаем. Мы можем делать. Какие интеллектуальные операции мы можем совершать на его отношениях. Точно так же я не пытался, не пытался, по крайней мере, на докладе, да я вообще, наверное, не очень пытаюсь, создавать какую-нибудь теорию мифа и магии в литературе. И есть кто обратил внимание, в моем докладе я не назвал ни одного писательского имени и ни одного художественного произведения. Сдача моего доклада, собственно, и всей конференции, на которой я был впервые представлен, была не в том, чтобы как-то дать новую концепцию литературы или искусства, а в том, чтобы критически рассмотреть определенный метод исследования культуры, мифа по этику. Метод, который очень богат и развивался в нашей стране, не только в ней, который сейчас, по-видимому, не то, что полностью угас, но стал менее продуктивным, разменивается во вторичных эклиптических работах. И моя задача была в том, чтобы систематически подемонстрировать не несостоятельность этого места, он создает уважение, а его границы. И показать, какие другие интеллектуальные операции мы можем совершать в отношении литературы. В этом смысле для меня оказывается как раз нерелевантным то трехчленное, то трехчленное градации, о которой вы говорили. Потому что меня интересует прежде всего вот та третья позиция, позиция исследователя литературы, которая представляет собой отрефлектированную, методологически продуманную версию обычного читательского опыта. Между читателями и интерплюдаторами нет непроходимой грани. И интерплюдатор делает, примерно, то же самое, что и хороший читатель. В основном он профессионал отвечает читателя. И вот именно эту позицию мне интересно было изучать. А вовсе не гипотетические представления о мире какого-нибудь древнего сказителя или других людей долитературной культуры. Моя задача обращена к науке, а не к литературе. К науке, прежде всего, современной, ну, последние столетия примерно. И моя задача не столько теоретическая, в трогом смысле слова, сколько методологическая. То есть размышления о теории на некотором метаворке. Спасибо. Вера Аркадьевна, мне кажется, вы пытались что-то спросить, но как-то не получалось. Нет? Из дискуссии поняла. У меня вопрос был просто на понимание, но, видимо, он и совершенно неадекватен. То есть, ну вот, я поняла, в принципе, что вот, как сказать, разограничение на два метода, но все-таки, вот сейчас было сказано, что никаких литературных произведений не было названо. У меня все-таки, я хочу вернуться на уровень литературы, поскольку речь идет именно не о философии, а о изучении литературных произведений. Значит, вот этот второй условно-магический метод, он может, как сказать, посредством его можно пытаться, так сказать, ощупывать все произведения или только какие-то. И как мы это определяем? И как мы определяем, по-видимому, в литературном произведении есть еще что-то, что не может быть уловлено, ну как, я не знаю, ультразвук и рентген, они улавливают разные, снимают, так сказать, слои организма. Вот каким образом, ну, грубо говоря, на конкретном примере, вот был упомянут твой доклад, замечательный, интересный, про медный всадник или про медного всадника. Вот с этим произведением можно работать посредством вот этого второго, да я даже не спрашиваю уже про первый, вот посредством второго метода? Или есть какие-то произведения, которые как бы закрыты и этому не подлежат? Вот примерно это меня интересует. Ну ладно, если заставили, скажу. Я не заставлял, я только спросила. Ну, проси, ребят. Нет, я, в самом деле, здесь избегал конкретных примеров, но я думаю, что практически все произведения могут быть осмотрены с точки зрения и того, и другого места. В этом смысле они равны и взаимодополнительны. Просто в традиции эпидемиологически сложившейся по большей части господствует первый мифологический желудокоспособный метод, когда произведение ищет некоторые знания, вот картину мира, например, некоторые идеи в самом желудокоспособном смысле слова. Так это и дело с медным всадником. Сколько на нем всего написано, и подавляющее большинство работ на нем, мы не считаем чисто филологических поисков источников, вариантов и так далее, это идейная интерпретация, попытки выявить из текста некоторые обобщенные знания о судьбе России, об отношении власти к человеку, что-нибудь еще в этом роде. Могут эти интерпретации историасовские, религиозные, идеологические, какие угодно. Мой анализ того же текста скорее следовал второму методу, где я принципиально отказывался ввести какие-нибудь интерпретации этого текста, в том смысле слова, как некоторую систему смыслов, систему идей, которые, может быть, из него можно было бы извлечь. А прежде всего показать силовую структуру этого текста, показать, как, например, энергетически заряжены разные участки реального вообще-то пространства, которое в нем описано, как оствладываются тоже на уровне силовом взаимоотношения героя с скульптурным памятником и так далее. если угодно вам рассказать, что анализ с помощью произведения с помощью условно говоря магической поэтики он имманентный. Он опирается только на то, что в самом произведении есть и не пытается выйти за его пределы. Возможно, разумеется, трансцендентный подход, когда мы вписываем произведение в какой-то широкий чаще всего лично близкий нам исторически биографически близкий нам идейный контекст и выделяем его общий смысл. Мы можем все время корректировать его имманентным подходом, который не является обязательно формальным. Он может быть вполне содержательным, потому что там вещество человеческой судьбе, в конце концов, судьбе героев в мушестей поэме. Но он принципиально не претендует на познание какой-либо за текстовой истины. Спасибо. Я поняла, но тогда я не поняла, почему вся другая часть идейная, историосовская, а почему это мифа-поэтика? Почему там, где идейное истолкование, это обязательно мифа-поэтика? То есть вообще делить на два типа, то можно, конечно, этот первый тип назвать мифологическим, но я не очень... Я несколько раз говорил, что мифология и магия употребляется здесь как некоторые модели и даже, может быть, метафора. Не важно не столько их конкретное наполнение, как каждая из них подлинность, сколько их оппозиция, их структурное соотношение. И в контекстовом докладе я даже попытался снять эту оппозицию и заменить ее более абстрактной, не связанной с никакими археологическими основами оппозиции чтения письма. Вот мне кажется, что... Но корректное самогрептичное исследование подводит к тому, что все-таки эти позиции не совсем эквивалентны. Есть кое-что остающееся в чтении, эффектах чтения, что, по-видимому, не покрывается ни мифологическими, ни магическими моделями. Об этом надо думать еще. Мне просто кажется, последнее, что скажу, это честно субъективно, что вот это употребление слова миф, а может быть магия. Я понимаю, что это метафора, но метафора все равно на чем-то должна, так сказать, основываться, какие-то должны быть общие, что она немножко затуманивает и уводит мысль в ту сторону. То есть мы и начинаем тогда искать все-таки что-то мифологическое, а оно не всегда находится. Ну, не знаю, может быть, это и тут как бы по поводу мифа не владеем не ведения. Все, спасибо. Но я теперь поняла лучше, как сказать, из ответа. Так что спасибо. Так, пожалуйста, если кто еще что-то хочет спросить или сказать. Можно, надо уточнить. Да, конечно. Включите микрофон. Извините, да, у меня вопрос похож немного на предыдущий, который прозвучал, только я не настолько конкретизирую до произведений. Мне интересно стало ваше, я понимаю, что это метафоры и они относятся к методу, а если посмотреть на родовую принадлежность произведений, ну вот меня в частности очень интересует драматургия, каков там будет потенциал для использования этих двух методов. А вообще что будет тяготеть больше к магическому, мифологическому? Будет ли тут какая-то закономерность? Априори я бы сказал нет, потому что соблазнительно, конечно, предположить, скажем, проза более мифологична, а поэзия более магична, в том смысле, что поэзия обычно короткие стихи, которые можно сопоставить с заклинанием и драматургия напоминал этот жанр. Но я думаю, нет, потому что на том уровне аттракции, которым я пытался употреблять славу магии и мифологии, эти два начала будут, найдутся более-менее в любом тексте, в любом роде текста. То же самое и в отношении драматургии, потому что конечно с одной стороны множество мифологических сюжетов открыто мифологических или скрыто мифологических, как другие 20 века, например. А с другой стороны уж кто-то драматургия умеет пользоваться приемами психологического воздействия, которые по мегацепции относятся скорее к видению магии, только что кажется совершенно дезапрализованной. Скорее всего нет, такой первоизненный ответ. Спасибо. И можно еще уточнить, извините, был доклад уже где-то этот опубликован в виде текста, что-то у меня поисков не нашлось. Пока нет, готовится публикация нового обозрения по материалу конференции. Спасибо. Так, хорошо. Что ты ищешь? Можно еще один вопрос? Сергей Николаевич, а вот оппозиция сосюровская, которую вы употребили, речи и языка, она у вас тоже идет как метафорическая по отношению к этим двум моделям? Скорее наоборот, эти модели являются некоторыми метафорами более общей оппозиции сосюров. Но, с другой стороны, она не все в них открывает, потому что она объясняет всеобщую приоднежность мифа и чью-то частную приоднежность магического жеста. А вот такой аспект их соотношения как знание и действие она не объясняет. Это один из цепторных стрезов этой оппозиции, скажем так. Спасибо. Сергей Николаевич, можно вот такой комментарий с вопросом? Вот вы интересно сделали замечание, что в позднесоветское время интерес к мифологии был своего рода такой маскировкой интереса к религии. И вот известный этот двухтомник мифы народов мира, там, собственно говоря, греческая мифология для нас мифология, но там было много и христианских сюжетов, которые были тоже поданы как мифология. Это очень интересная тема, как в советское время, известная была такая шутка, цитировали Маяковского, мы говорим Ленин, подразумеваем партия, мы говорим партия, подразумеваем Ленин. И вот уже много лет мы говорим одно, подразумеваем совершенно другое. Скажем, ну вот советская литература видения, оно, так сказать, якобы было изучение литературы, на самом деле тут под этой маркой протаскивалось что-то, что не могло бы протащиться под другим именем, скажем, Майверенцев в постсоветское время уже открыто объявил себя теологом, философом, в советское время он был литературой ведом. Также Бахтин, как философы, его посадили или сослали, а когда его переформатировали в литературу веда, он оказался вполне приемлемым. Но это, так сказать, не имеет, может быть, прямого отношения к теме вашего доклада, но это интересная сама по себе тема, так сказать, такие вот, я не знаю, как это назвать, какое-то есть слово, ну, в общем, такая маскировочная стратегия советской гуманитарной науки. Я не знаю, кто-то занимался этим специально или нет? Ну, так, отдельное замечание сколько угодно, есть ли какие-то целостные исследования, по-моему, нет. Это, интересный сюжет, его было бы особенно полезно изучать и описывать не эманентно, а компаративно, то есть сопоставление нашей отечественной ритуальной истории с историей других стран, где в более демократических, более свободных условиях развитие принимало другие формы, и где, кстати говоря, вот то исследование, которое я называю магической поэтики, очень условно называю, получило едва ли не более интересные развития, чем у нас. Да, разумеется, это вообще, так сказать, вот все проявления советской культуры, их интересно, как и многое другое, изучать именно в компаративном плане, и может оказаться, что то, что мы принимаем за специфически советское, окажется просто частным случаем чего-то более общего. И наоборот. Такая форма магии превращения философов в литературу веда и обратно посредством магических процедур. Процедуры и очень магические. Это я шучу. Ну да. Ударился рыжем и стал спиненцем. Вот вот. Хорошо. Ну вот, кстати, по-моему, Элизар Масеевич Мелитинский, вот насколько я понимаю, его, его, он, вот он, так сказать, его можно воспринимать, вот, как бы сказать, ну вот, как он есть. Вот он, он не маскировался, потому что он действительно занимался тем, чем занимался. Да. Хорошо. Ну, если у кого-то есть еще что сказать? Сергей Николаевич, не знаю, если у вас еще что-то есть сказать заключение, расскажите, если нет, тогда... Спасибо за свои вопросы. Я бы начинал с того, что очень важно опробировать свои исследования в разных местах, в разной аудитории. Мне было важно первое представление своего доклада в Петербурге. Вот сейчас представьте совсем другими людьми, другое исполнение доклада, отчасти, может быть, чем-то измененное по сравнению с тем, другие дисциплинарные рамки, другие интересы выступавших и, разумеется, другие мысли, которые приходят для кратчайственной доработки текста. Спасибо. Спасибо вам. Большое спасибо, действительно. Было очень интересно и важно. Спасибо всем выступавшим. Тогда до свидания, до следующих встреч. До свидания. Счастливого. Спасибо. Всем всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.